Доброе утро, дорогие телезрители! В эфире программа «Утренний кофе». Сегодня у нас в гостях яркая, необычная, талантливая певица и художник Корнелия Манго. Здравствуйте. Корнелия, доброе утро. Доброе. Расскажите, пожалуйста, как начинается ваше утро? С чашечки кофе или с пробежки? Если честно, конечно же, с кофе, но и пробежка тоже здесь имеет место быть, потому что очень люблю здоровый образ жизни, очень люблю бегать, очень люблю, когда утро у тебя начинается не с каких-то мыслей, то есть о том, что тебе делать завтра, послезавтра, или какие-то глобальные мысли, а ты просто бежишь себе и ни о чем не думаешь, в принципе. Вот, наверное, почему самые счастливые люди те, которые занимаются спортом, потому что они всю свою негативную энерго выкидывают именно туда. У вас получается? У меня получается, даже больше, скажу, скоро будет забег 12-го числа, и где я участвую как один из, знаете, разбуди район. Есть такой проект небольшой, и мы вот будем наш район. То есть мы постараемся его облагоустроить, и чтобы у нас были хорошие беговые дорожки, Дмитровский район будет самым лучшим, скоро будем бегать там и просвещать людей именно в этот спорт. В общем, вы так активно участвуете в общественной жизни. Это точно. Здоровый образ жизни, в чем он еще заключается для вас? Ну, для меня, конечно же, больше улыбаться, потому что в нашей жизни столько разных стрессов, столько абсолютно неприятных ситуаций, которые тебя каждый день могут вывести из себя, даже те же самые пробки. В пробках кто-то тебя обязательно подрежет, и хочется, конечно же, негативить. Но этого не нужно ни в коем случае делать, нужно всегда улыбаться, слушать хорошую музыку. Ну и, конечно же, для души это всегда живопись, для головных каких-то моментов это книги. Ну и как бы я знаю, чем себя вот как-то вот так вот развлечь, поэтому проблем у меня с этим просто нет. Ну, вы знаете, многие отмечают, особенно в последние годы, что как-то вот тяжело в Москве, вот особенно. Очень много негатива, хамства и всего-всего-всего. И вот откуда вы черпаете силы, чтобы противостоять этому всему и чтобы вот быть на таком позитиве? Потому что ты очень позитивный человек. Ну, позитивный, потому что, во-первых, меня воспитывали всегда в тепле, уюте, любви. Моя мама всегда мне звонит, с утра просыпаюсь именно с этого. Конечно же, когда тебя вокруг окружают люди, которые тебя любят и которые дают тебе эмоции, приятные эмоции, то всегда, конечно же, твой день просто прекрасен. И, если честно, конечно же, бывают и ужасные дни, когда я там грущу и злюсь и все остальное. Но мы понимаем, что мы занимаемся любимым делом. Те, кто не занимается любимым делом, те все время как-то на взводе. А те, кто занимается своим любимым делом, те всегда улыбаются, потому что вы всегда можете... Вот сегодня я сижу с вами, там через час я подумала о том, что я хочу улететь куда-нибудь, я покупаю билет и улетаю. Вот, поэтому... Вы просто свободный и счастливый человек. Свободный и счастливый человек, поэтому, наверное, вот то, что нет каких-то ограничений, и я занимаюсь любимым делом, и это еще небольшой доход мне дает, это приятно. Скажите, у вас такая необычная, неординарная, интересная внешность, которой, безусловно, вы обязаны своим родителям. Расскажите немножечко про них, кто они? Как вы получились такой? Такой интересный. Вы знаете, моя мама жила в Астрахани, это маленький городок на Волге. И, что касается моей мамы, она всегда была очень такая боевая девушка, первая одела шорты в своем комсомоле. И, конечно же, она не могла просто не выделиться, она выделилась даже тем, что родила от черного мужчины, прекрасного ребенка, мулата. Она всегда мечтала об этом, и она всегда знала, что у нее будет мулатка. Живя в Астрахани, всегда знала, что у нее будет ребенок шоколадного цвета с кудряшками. Она мне это рассказывала, и она у меня была такая, знаете, борец за африканский народ и все остальное, поэтому знакомство ее с папой было не случайным. Они влюбились друг в друга, это получилась такая нереальная яркая любовь. А как папа оказался в Астрахани? А папа в Астрахани учился, он наполовину испанец, наполовину гвинеец. Такая жгучая смесь очень интересная. И мама подумала, так, это прекрасный ген. Возможность. Да, поэтому, конечно же, я очень рада тому, что я появилась именно в моей семье, которая меня взращивала. То есть, да, непосредственно отец жил далеко от меня, то есть он всегда жил в Португалии, и только в 18 лет мы с ним встретились. Но как меня воспитывала мама, бабушка, мой дядя, конечно же, это те, кто вложили в меня все мои знания, все то, что я сейчас имею. А родители какой-то творческой профессии обладают, нет? Вы знаете, абсолютно нет. Мама врач, там занимается медициной, отец судостроителем был, сейчас работает, не знаю, прораб, человек, который всех там наставляет. Поэтому, что касается родителей, нет, это не были какие-то супергерои, певцы, артисты или еще что-нибудь. Но мама всегда танцевала, она меня учила танцевать, бабушка всегда пела со мной, частушки какие-то разучивала. То есть, просто такая атмосфера была свободы и тепла. То есть, когда я сказала о том, что я хочу быть художником, они сказали, конечно, да, это же так здорово. Хотя другим моим подружкам, которые точно так же, как и я учились в художественной школе, потом я расскажу чуть позже об этом, им сказали, нет, художники так мало зарабатывают, так плохо живут, они все наркоманы и пьяницы, хотя это неправда. Если вы талантливый художник, то у вас все получится. Хотя, конечно же, мужчины в живописи повсюду, они более как-то востребованы. Хотя я вот сейчас эту тенденцию ломаю. И правильно делаете. Но, насколько я знаю, вы профессионально учились в живописи, художественную школу закончили у вас, вы по образованию, педагог. Да, я педагог в живописи, я художественную школу закончила, училище художественное и институт педагогический по отделению живопись. Поэтому во мне, конечно же, очень много живописи. То есть я росла именно в такой атмосфере, где художники, музыка. Все это как-то неотъемлемо было одно, дополняло другим. Я даже принесла вам с собой работу свою, показать последнюю, которая была написана буквально недавно. Такой вот брутальный молодой человек. В моем стиле чувствуется импрессионизм, и я как бы пишу именно в этом стиле. Мне он нравится, мне он близок, эти работы лучше смотреть издалека. И они такие, конечно же, видно, что это мои работы. То есть я очень долго искала эти стиле. Это такое буйство красок, насыщенность. По жизни такая яркая. И в живописи тоже это выражается. Да, конечно же. То есть бывали, конечно же, случаи такие. Мне дали такой большой заказ, новую картину написать, очень красивую, которая была бы в спальне. И она очень длинная, большая, почти три метра. И мне было очень сложно. В тот момент я рассталась с молодым человеком. Я написала картину, принесла ее будущим хозяевам. А мне сказали, Корнелия, сейчас не самый лучший период для живописи, мы так понимаем. Потому что картина была очень мрачная, очень темная. Но определенно не для логова, где муж и жена спят. Поэтому ровно через полгода я влюбилась вновь. И написала уже красивую, яркую картину, которая сейчас висит и украшает дом прекрасных людей. Ну вот для творческого человека, наверное, очень важно состояние влюбленности, такой одухотворенности. Это дает силы, новые какие-то идеи. Для вас это так? Да, для меня, конечно же, так. То есть когда мы имеем какие-то чувства, чувства к теломодовому человеку, мы, конечно же, их полностью, я их полностью выбрасываю на полотна. Это, может быть, песни также. То есть мне повезло. Я могу не только в песнях такую вот историю рассказать своего внутреннего счастья. Я также могу и нарисовать картину. То есть как песни, так и картины – это способ самовыражения, который у меня получается прекрасно. Когда мне говорят, как бы вы хотели бы отделить, что бы вы хотели разделить. То есть кто вы, что вам ближе, живопись или вокал. Я не могу это разделить, потому что это две неотъемлемые части меня, которые дополняют, самодополняют. То есть когда я очень много пишу песен, я не пишу картины. Когда я пишу картины, но все равно это все идет в ногу. И я, конечно же, это очень люблю. Когда пишете, поете? Всегда, когда пишу картины. Ну, чаще всего пишу я вот ночью картины. Почему-то в муза приходит именно в то время, когда, наверное, нет, ничего не нужно делать, там не нужно готовить, еще что-то не нужно. Никто тебя не отвлекает телефонными звонками. Ты можешь расслабиться и посвятить время себе. Ну, если в живописи вы учились профессионально, это понятно. А вот как же с вокалом так случилось, что вы задружились с ним, и эта дружба переросла в такое профессиональное воплощение? Ну, конечно же, я всегда знала, что я умею петь, но я не пела почему-то. И только в 18 лет я начала петь. Это было гораздо позже, чем живопись. Живопись я начала писать в 14, уже начала писать картины, в художественную школу попала. А вот с вокалом все было гораздо позже. В 18 лет я попала на конкурс на один там местного разлива, астраханский. Потом как-то это все пошло-пошло, я начала работать в ресторане. Там это очень хорошая школа, обучающая школа, где нужно учиться, потому что самый такой строгий критик, это, наверное, тот, кто сидит и кушает. Он же весь вечер сидит и кушает, и слушает тебя. Вот мне повезло, я была одной из лучших певиц нашего города. Ну, минутку скажу, что вертинский тоже начинал в ресторане. Да, так что это прекрасная школа. А какое место на земле для вас самое лучшее, скажем так? Самое лучшее? Ну, наверное, это мой родной город, Астрахань, из которого я вышла, где я выросла. Ну и, конечно же, мне очень нравится Португалия в Лиссабоне. Я очень хорошо себя чувствую у папы на родине отца. И, наверное, вот последнее время из самых теплых стран, наверное, это Доминикана. Там очень спокойно, там очень размеренная жизнь, там повсюду сальса, все танцуют, поют, много фруктов. И, наверное, для меня это вот самый тоже такой вот теплый, приятный уголочек, где бы, может быть, когда-нибудь я хотела иметь недвижимость. Уважаемые телезрители, мы сейчас прервемся на небольшую паузу. Оставайтесь с нами. В эфире программа «Утренний кофе». И я хочу напомнить, что у нас в гостях художник, певица, очаровательная Корнелия Манго. Корнелия, скажите, пожалуйста, это ваше настоящее имя и фамилия, или это все-таки творческие псевдонимы? Нет, спрашивают абсолютно все. Ну, потому что это вопрос на поверхности, да. А дело в том, что это настоящая фамилия, настоящее имя, и моя мама, видимо, когда называла меня, строго знала, что я буду артистом, потому что именно так назвать своего ребенка, как говорится, как ты назовешь свой корабль, так он и поплывет. Поэтому очень тщательно нужно относиться к имени своего ребенка. В моем имени очень сильные такие жесткие волевые, конечно же, К, Р, то есть это очень сложное такое имя, и я очень рада тому, что оно такое красивое, то есть Манго Корнелия Донато. Это полностью вот так звучит. Да, это Доната, а Доната – это вот отчество. И мама очень боролась, когда написали «Манго Корнелия Донато вна», потому что у нас то любят все склонять, а она говорит «нет-нет-нет, манго Корнелия», то есть Донато. И спасибо маме за то, что она у меня такая волевая женщина, которая, во-первых, смогла меня воспитать, потому что сложно воспитывать мулата в стране, где абсолютно к этому не готовы. Если в Москве к этому еще как-то готовы были, еще в 80-е были дети Олимпиады и все остальное, то в Астрахани к этому не совсем были готовы, когда я родилась в 80-86 год. То есть это вообще было нонсенсом. Поэтому моей маме большой памятник, конечно же, за это. А вот какие самые такие вот трудности были? Ну, с чем столкнулись? Всегда они были, то есть меня всегда обзревали, дразнили. И мы же понимаем, что те дети, которые в детстве где-то прошли в какие-то такие ситуации, они всегда потом, когда вырастают, становятся очень сильными людьми. Это закалка. И, конечно же, наверное, моя живопись и мой вокал – это именно какое-то такое доказательство того, что, ребята, я добилась всего, а вы? А что вы считаете самым большим достижением в вашей жизни? Наверное, я еще не достигла того, о чем бы я бы так сильно прям… Вот, я такая молодец. То есть я пока еще… Вот когда у меня будет семья, когда у меня будет муж, ребенок, желательно двое, дом, тогда… Почему так мало? Ну, я хотела бы, конечно, больше. Когда я этого всего достигну, и, конечно же, популярность, которая будет и за пределы России уходить далеко, то есть хочется, конечно же, чтобы мою музыку слушали все, чтобы слушали мой голос. И тогда я, наверное, скажу, да, я немного успокоилась. Хотя я вот не уверена, что успокоюсь ли я. А какие качества вам помогают вообще в вашем жизненном таком непростом пути и добиваться поставленных целей, задач? Ну, я телец по знаку зодиака, и поэтому я очень упертая. Я всегда иду до конца. То есть когда мне вот по моим картинам, вот сейчас, конечно же, вот если вы посмотрите, не скажешь, что это работа троечницы, но тогда мне действительно ставили тройки все время. И, наверное, от того, что мне ставили все время тройки, я хотела быть лучше. И поэтому мне все время хотелось быть лучше. То же самое с вокалом. То есть когда мне не дали на «Фабрике звезд» место, но я была финалисткой, и как бы по сути-то и я была победительницей, вот, то мне хотелось еще. То есть еще и я поэтому до сих пор, меня все помнят, меня все знают, меня узнают, любят и ждут. Сейчас записано практически пять песен новых, будет большой тур скоро по городам России. Кстати, каждый, кто смотрит нас в регионе, сможет меня увидеть этим летом. Вот, поэтому, что касается меня, я всегда развиваюсь, не стою на месте. То есть я сказала, что я выйду на европейский уровень со своими картинами. Меня знают в Дрездене, мне делали большую выставку там персональную. Приходил даже мэр Дрездена. Также в Биенале участвовала различных, в ЦДХ выставляюсь. Сейчас уже около 30 выставок моих живописи. И я рада, что картины продаются, что они нравятся, что вот скоро будет еще одна выставка картин, где я смогу представить свои новые работы. То есть я не стою на месте. Там же я представляю свои новые проекты, музыкальные проекты. Мне повезло, что мой молодой человек тоже музыкант. И что мы как-то друг друга так дополняем, что можем что-то сочинить вместе. Понимаете друг друга. Вы по жизни очень открытый человек. Я так читала некоторые интервью, очень откровенно рассказываете о своей личной жизни. Это, в принципе, немногие так делают. А вы делитесь своими какими-то жизненными впечатлениями, своим опытом. Потому что я понимаю, что все равно это узнают. Все равно фотографируют на улице, где-то в соцсетях. Это все равно все время пытаются влезть в твою личную жизнь. И они все равно влазают. Поэтому лучше об этом сразу открыто сказать, чем нежели все время прятаться и все время как-то держать это все в себе. Это очень сложно, не знаю, для меня. Потому что всегда будут шантажеры всякие, которые захотят влезть, там, сфотографировали, где-то что-то сказали и будут шантажировать. Лучше уж изначально все открыто сказать, и никто туда не будет никуда влазить. Скажите, а кто автор ваших песен? Различные. Есть одна песня Меладзе. Некоторые Климашенко писал. Многие есть мои песни. Да, есть также... Вы сами пишете? Да, музыку, музыкальные строчки какие-то. По-разному всегда. Сейчас вот совершенно новые композиторы. Там интересное новое музыкальное направление современное. Поэтому там, где я даже читаю рэп и пою. Поэтому, что касается меня, пока я не устарела, пока я не успокоилась, я буду петь ту музыку яркую, веселую, позитивную, под которую хочется танцевать. У вас есть такие лирические. Мне вот нравятся очень... Полетели песни ваши. Да, очень лирические есть. Разные-разные песни. Но хочется, конечно же, сейчас и в этом альбоме, наверное, тоже больше лирики показать. Тоже, потому что это одна из моих... Это одна из моих частичек, которую мало кто знает. Потому что все знают меня как веселую, яркую девочку. Очень много веселых песен. Но мало кто знает, какую лирику я могу петь и сочинять. Поэтому будем сейчас работать над этим тоже. У вас сейчас запланировано большое турне. А где еще можно вас послушать? На каких площадках? Ну, вообще, конечно же, это разные... Бывают в ресторанах какие-то выступления, бывают на концертах. Вот это лето будет первый город Астрахань. И так города будут вплоть до августа. Будет очень яркий такой график, где будет много разных городов. Но это все увидят, потому что у меня есть инстаграм Корнелия Манго, где можно посмотреть, в каком городе в следующем я буду. Вот. Поэтому вот еду скоро в город Ижевск. Поэтому хочется сказать, что я гастролирую и выступаю. Просто, может быть, не так часто вы меня видите на телевидении. Это же другая история. Нужно как-то пересмотреть, мне кажется, телевизионным программам списочек своих артистов. Вот. Все правильно. Скажите, а какая музыка вам нравится? Мне нравится разная музыка. Мне очень нравится инди. Мне очень нравится джаз, соул. Ну, что чаще слушаю я в машине, наверное, инди-поп. Какую-нибудь такую вот очень интересную музыку. В Индии были сами? В Индии? Нет, в Индии не была. Ну, как? Нет, не была. Кстати, я не была в Индии. Надо? Да, надо обязательно. Но я уже подбираюсь в ту сторону. Таиланд. Это была первая такая маленькая. У меня все время как-то так Бразилия, Мексика, Панама, Аргентина. Вот все в той стороне. Как-то я даже и не ездила в Азию в ту сторону. Поэтому нужно действительно попробовать съездить. И я знаю, что там самые лучшие волны. Я очень люблю серфить. Поэтому думаю, что вот только приехала, каталась на сноуборде. А летом это, конечно же, вейкборд. То есть все, что экстремальное, это ко мне. Когда вы все успеваете? А вы знаете, просто я очень люблю жизнь. И знаешь, какая она короткая. Поэтому для того, чтобы... Если вы действительно любите свою жизнь, нужно успеть все. Но при этом можно себя загнать. Да, можно загнать конкретно, что я и сделала в прошлом году, когда лежала в реанимации. Поэтому, что касается меня, я знаю, что нужно... Я раньше думала, что только неудачники спят. А теперь я поняла, что молодцы те, кто спят. Все соны, это очень важно. И в этом году, конечно же, я очень серьезно отношусь. Я знаю, что я очень много всего могу. И что энергии у меня хоть отбавляю. Но организму нужно еще и восстанавливаться. И я начала больше уделять времени, конечно же, сну. Отдыху. Да. Теперь по ночам не пишете картины? Не так, как раньше. Просто я раньше... У меня был странный график. Я спала с 10 вечера до где-то 2 ночи. Потом я рисовала картины с 2 ночи до 6 утра. Потом спала еще 2 часа. И потом я ехала на тренировку. И дела, съемки и все остальное. И вот так у меня было каждый день, пока я не потеряла голос, не попала в реанимацию. И зрение у меня не упало от стопроцентного до минус 3. Поэтому, да, я поняла, что с этим дела вообще нужно беречь себя. Ну, вы, несмотря ни на что, вы выглядите замечательно. И вот, кстати, по поводу вашего такого яркого, интересного облика. Вы просто по жизни любите как-то выделяться? Или вам кто-то подбирает такие образы яркие, сценические? Ну, вообще, я просто очень люблю яркую одежду, люблю ярко жить. Но вы зря так, потому что у меня есть разные одежды абсолютно. Просто, может быть, чаще всего меня так ассоциируют. И вот сегодня решила вот как-то вот так одеться. Очень здорово, очень так, по весеннему. А так вообще, конечно же, просто знала, что у нас утро. Поэтому оделась по-яркому. А так, конечно же, у меня разные абсолютно одежды есть. Очень люблю шляпы, шляпки. Очень люблю различные платья. И коротенькие юбочки, и длинные, и пушистые, и разные. То есть у меня мама... Сами подбираете себе? Сама подбираю, но мама у меня просто дизайнер. Она у меня шьет практически все мои юбочки красивые. То есть и на заказ принимает очень много разных юбочек. Вот. И у меня есть, конечно, мой друг, стилист, эльфат, который занимается моим образом, прической, мейкапом. И, конечно же, от него тоже очень много исходит каких-то таких импульсов. Он даже, может, не говорит мне ничего. Но когда мы идем что-то выбирать, вот сразу же он знает, что мне подойдет. Потому что моя фигура нестандартная, а я ее очень люблю. И люблю подчеркивать именно свою нестандартность. Если кто-то скрывает под балахонами свою фигуру, талию и все остальное, то я не из этих. Я всегда показываю, что я вот такая шикарная. Скажите, какой ваш жизненный девиз? Наверное, всегда улыбаться, всегда быть на позитиве и радоваться каждому дню, который мы проживаем. Потому что спасибо боженьке за то, что мы здесь. И за то, что мы можем ходить. И за то, что у нас все хорошо. Потому что у многих этого нет. И они очень сильно страдают. Я вот, например, недавно буквально выступала на концерте, где ребята сами своими способами ездят в Африку, помогают. Какие-то привозят одежду, печенье, какие-то вещи. А дети просят воды. Потому что там то, что у нас есть, то есть мы пьем воду, у них просто нет этой воды. Поэтому, что касается... Мы живем просто в шоколаде. И не нужно говорить о том, что у нас все плохо, у нас все хорошо. Я тоже хотела поехать. Мне сегодня отговорили, сказали, что там очень много болезней. А я не совсем здорова. Поэтому, может быть, все прям очень нехорошо. Поэтому нужно к этому посерьезнее относиться. А я подумала, все-таки, пока нет детей, нужно все-таки сгонять туда, к детям, подарить им частичку тепла. Там открываются новые школы, чтобы дети не брали в руки оружие. Пускай берут буквари. Поэтому я хочу, чтобы как можно больше было детей, которые просвещенные, начитанные, яркие, веселые, позитивные, которые любят музыку. Потому что музыка, она, конечно, восстанавливает и очень сильно влияет на человека. Корнелия, можете нам спеть что-нибудь буквально? Чуть-чуть. Да, могу. Доброе утро. Здорово. Спасибо. И наш последний вопрос. Если бы в сутках был 25-й час, чему бы вы его посвятили? Ну, сейчас пока ничему. А вот когда будет ребенок, я думаю, что мне этих 25-ти будет не хватать. Корнелия, спасибо большое за то, что вы пришли к нам в студию. Спасибо. Очень приятно с вами познакомиться поближе. Мы вам желаем дальнейших творческих успехов, чтобы вы никогда не останавливались, были таким же энергайзером по жизни. Берегите себя. Дорогие телезрители, всего вам доброго. Это была программа «Утренний кофе». И в гостях у нас была Корнелия Манго. Всего доброго. До новых встреч. Продолжение следует...